МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! С вами «Как так?». В этом выпуске мы решили вам рассказать о том, что такое климат, как он менялся, чем он отличается от погоды, как поведение мальчика или девочки влияет на политическую обстановку в некоторых странах, а самое главное, что это за два градуса, о которых все говорят. Присаживайтесь поудобнее, настраивайте батареи на нужную вам температуру. Мы начинаем! Прежде чем начать наш разговор о чудесах климатического поведения, важно разобраться, что такое климат, а что такое погода. И не удивляйтесь, на самом деле очень многие люди путают эти два понятия. Мы долго думали о том, кто же может нам нормально объяснить разницу между этими двумя терминами. И мы нашли такого человека. Тимур Ринатович Ауходеев, доцент кафедры метеорологии и климатологии Института экологии и природопользования Казанского федерального университета. Многим казанцам он знаком по работам на телевидении. Он часто рассказывает нам о том, что происходит с климатом и погодой в Казани. Тимур Ринатович согласился помочь нам разобраться во многих вопросах, касаемо этой темы. Действительно, и у термина «климат» есть огромное количество определений, только я знаю штук 10 таких определений. Говоря на понятном языке, конечно, например, погода – это те метеовеличины, распределения метеовеличин и метеоявлений, которые мы имеем на сегодня, в моменте. Климат же – это все-таки среднее распределение за продолжительный промежуток времени. Климатологи определяют климат как средняя погода за 30 лет. Есть и очень оригинальное определение климата. Так, например, принимая решение о том, что сегодня одеть – шорты или штаны, мы руководствуемся погодой. А то, сколько у вас в шкафу шорт и штанов, их соотношение – это климат. Таким образом, конечно, климат – это такой многолетний режим погоды. На самом деле климат влияет не только на количество шорт и шуб в нашем гардеробе, но и, например, на политическую обстановку в некоторых странах. Это способствует распространению некоторых заболеваний, ну, например, малярии. Но как так? Просто. Когда в вашей стране проблемы с экономикой, медициной, образованием, социальными гарантиями, а тут еще появляется затяжная засуха, то почему-то у населения резко падает лояльность к власти. И виновата здесь даже не самая засуха, а мальчик. Простите, или не я? В периоде Иль-Ниньо – это ситуация, когда аномально теплеет вода в Тихом океане, в прикваториальной его зоне. Это потепление происходит с некоторой периодичностью. Периодичность от 2 до 7 лет прогнозируется не очень хорошо, но все-таки прогнозируется с вероятностью около 70%. И важно понять, что это такой выброс тепла в климатическую систему, который находит отклик на большой территории, в глобальном климате. Также отклик мы находим и в нашей климатической зоне. Однако эта связь такая неоднозначно, не очень просто описываемая. И в настоящее время как раз происходят попытки описания этой связи, использования вот этого явления. И, кстати, вот в этом году, в 2023 году, как раз наблюдается вот эта положительная фаза, когда вода потеплела, когда происходит такой выброс тепла в атмосферу. И именно поэтому некоторые климатологи полагают, что следующий год, 2024, может стать годом температурных рекордов, так как отклик от этого длящегося глобального явления так или иначе должен произойти. И это может повлиять и на климат на нашей территории. Говоря о Ланине, это обратная ситуация, когда также при экваториальной зоне Тихого океана у нас температура, наоборот, понижается. Это также находит отклик на подавляющую часть земного шара. И исходя из некоторых индексов, которые отражают термическое состояние океана, мы и предполагаем о том, каков будет климат, какова будет погода на какие-то средние промежутки времени. Вот не зря их называют феноменами. Природа их возникновения до конца не изучена. И в то же время вот этот вот сектор Тихого океана, он выбран тоже, не скажу, что случайно, но выбран достаточно искусственно. В силу того, что явление глобальное, и, конечно, вот эта положительная аномалия может наблюдаться не только там. А берут именно Тихий океан в силу того, что он самый большой. И отклик с акватории, вот, с большой акватории, такого очень инерционного объекта, вот как океан, он может быть наиболее показательным. Но причины возникновения до конца не изучены. Также продолжается некоторый поиск, некоторые приписывают этому некоторые астрономические явления, которые могут стать толчком для возникновения. такой аномалии. Но пока, в общем, это будет феноменом, это будет загадкой, и наука направлена на то, чтобы решить эту загадку. Давайте заглянем немножко в прошлые Земли. Ученые собрали достаточное количество данных для того, чтобы смело заявить, климат на планете постоянно менялся. Не было воздействия антропогенных факторов. Человек ничего не делал, ничего не производил. И поэтому на климат влияли такие факторы, как вулканизм, смещение орбиты Земли. Возможно, даже вспышка сверхновой как-то повлияла на климат. Дело в том, что существуют такие периоды, есть теория Миланковича, которая опирается на изменение орбитальных показателей нашей планеты. И действительно, исходя из этого, к нашей планете в разные периоды приходит разное количество солнечной радиации. А она является основой для формирования термического режима в глобальном смысле. И действительно, в исчислениях тысяч лет, миллионов лет, у нас мы получаем или в избытке солнечную радиацию, это ведет к таким оптимумам, когда у нас становится очень тепло. И бывали периоды, когда наступало оледенение, когда температуры были очень низкими. Стоит отметить, что в подавляющем процентах 70-80 времени существования нашей планеты температура была выше, чем сейчас. Но не нужно так далеко ходить, чтобы заметить эти изменения. Достаточно просто спросить у своих бабушек или дедушек о том, а какой была зима лет 30-40 назад. Действительно, климат — это такая субстанция, такое понятие, очень изменчивое. И говоря о климате, даже вот конкретно какой-то локальной территории, такой как наша, важно учесть, что наши старшие товарищи, наши родители, бабушки говорят о том, что климат был другой. И они действительно правы. Говоря о климате как о 30-летнем режиме погоды, он у нас очень ритмично меняется. И такую наиболее активную фазу потепления климата мы наблюдаем с конца 70-х годов. У нас действительно неуклонная температура растет, растет даже с ускорением. В то же время Земля переживала и периоды, которые были более теплые, чем сейчас. Однако никогда не было таких ритмичных, таких очень быстрых темпов потепления, какие мы наблюдаем сейчас. И именно поэтому человечество беспокоено этими изменениями и пытается, если не противодействовать им, то хотя бы несколько минимизировать, несколько сгладить тот эффект потепления, который мы сейчас наблюдаем. Даже говоря про климат Казани, важно отметить, что не всегда был такой интенсивный рост температуры. Однако теплые эпохи относительно наблюдались. 1920-1930 годы, вот эти десятилетия также отличались. Именно в эти годы обратили внимание на потепление климата, на такой положительный тренд. И это внимание было привлечено в том числе тем, что очень активно отступали льды в акватории Северных морей. Далее был даже период некоторого похолодания, и это примерно до 60-х годов. Однако с середины 70-х годов начался такой неуклонный период роста, роста, роста температуры, который уже не корректировался никакими этапами такого периода похолодания. Таким образом, конечно, как я уже говорил, у нас за последние 200 лет климат Казани только лишь потеплел, и мы именно сейчас, можно сказать, движемся, Казань движется в южном направлении, и действительно через несколько десятилетий наш климат будет еще более южным, чем он сейчас. Но почему, если климат и раньше менялся, а Гренландия вообще когда-то была похожа на Лазурный берег, то говорить об изменениях в климате мы начали только сейчас? Дело в том, что действительно климат, даже не будь в настоящее время антропогенной компонентой, климат менялся бы. И метеорологи, климатологи занимаются моделированием этих процессов. И при моделировании, при неучете антропогена, температура продолжает повышаться, однако не такими темпами, как сейчас. У нас из-за того, что в настоящее время температура так и так повышалась бы, у нас также высвобождается, например, метан при таянии ветчинами золотые. Это также дает долю в парниковых газах. У нас также растет влагосодержание атмосферы, а водяной пар – это парниковый газ. Вот таким образом, конечно, потепление бы шло, и мы его не можем повернуть вспять. Но оно шло бы не такими темпами, как и сейчас. И человечеству, в общем-то, можно консолидироваться в настоящее время для того, чтобы несколько минимизировать вот эти вот происходящие процессы. Совокупность антропогенных и неантропогенных факторов ни к чему хорошему не приведет. В июне 2023 года, во время совершения хаджи в Саудовской Аравии, от изменения климата, тогда было 48 градусов тепла, пострадало 2000 человек, сотни людей скончались. На самом деле, негативные проявления в изменении климата – это не только потепление, но и кое-что еще. Говоря о последствиях изменения климата, важно отметить, что это происходит не одинаково. Изменение климата достаточно коварно. И коварство заключается в том, что там, где они ярко проявляли… Ну, например, условно, в пустыне, где был и так недостаток влаги, этих осадков будет еще меньше. То есть не единым лишь потеплением проявляется изменение климата. В то же время, там, где осадков было даже в избытке, осадков будет еще больше. Но нельзя лишь негативом оценивать изменения климата. Важно отметить, что, например, у нас здесь удлиняется период активной вегетации. Кроме того, у нас удлиняется период, когда мы не пользуемся отоплением. Например, в то же время, говоря про нашу страну, важно отметить, что у нас все больше, все дольше остается открытым северный морской путь, что также большой плюс. Однако есть и, ну, преобладают негативные проявления. А так, для нашей страны, где у нас большая территория, покрытая зоной вечными злоты, у нас она деградирует, происходит таяние, что приводит к инфраструктурным потерям, авариям и так далее. И если противостоять мы этому не можем, мы можем к этому адаптироваться. И, слава богу, сейчас все это понимают, люди, принимающие решения, это понимают. Сейчас вырабатываются различные дорожные карты, которые по адаптации каждой из сфер, деятельность каждой из сфер, экономики происходящим изменим. Таким образом, и сельское хозяйство может быть умным. Да, ведь можно производить ротацию сельхозкультур для того, чтобы из этого изменения климата, ну, получать даже некоторые профициты. Большое заблуждение считает, что изменение климата коснется всех одинаково. Есть регионы, которые наиболее уязвимы перед ним. Ну, говоря о регионах, которые более уязвимы к изменению климата, важно отметить, что у нас это изменение происходит по-разному, это почти зонально. Ну, то есть самые явные, самые такие реальные, наибольшие изменения климата происходят в северных широтах, в высоких широтах. На экваторе эти изменения происходят, почти не происходят. Вот, и в силу того, что, вот, например, наша страна находится в умеренных широтах, но преобладает, то у нас это очень ярко проявляется, у нас климат теплеет со скоростью примерно полградуса за 10 лет. Это чудовищные темпы. Говоря про, например, климат Казани, важно отметить, что мы за 200 лет, у нас климат потеплел на 4 с лишним градуса. Это совсем чудовищные темпы. И в то же время стоит отметить, что сейчас как будто бы обыватель в нашей стране стал забывать о такой классической русской зиме. И, может быть, даже думает, что шубы нам теперь не нужны. Но это не так. Изменение климата проявляется очень по-разному и проявляется в такой нервозности. Сейчас часто этот термин применяют, что климат стал нервным. И нервозность его проявляется в том, что возрастает повторяемость таких его резких проявлений. Это засухи, это, наоборот, такие очень понижения температуры в зимнее время, экстремальные такие понижения температуры. Таким образом, климат теплеет, но готовимся к морозам. В то же время стоит отметить, у нас за вот этой, может быть, ширмой просто тренда, мы видим и изменения в структуре некоторых метеовеличин. Так, например, если осадков у нас может выпасть и норма, но они выпадают, они теперь могут выпадать не в виде 10 умеренных дождичков, а одним мощным ливнем. То есть меняется структура в распределении этих метеовеличин, что тоже не всегда благо. Как вот, если говорить про те самые 10 умеренных дождичков, то для аграриев, конечно, был бы выгоден дождь по расписанию. Вот. Но в настоящее время осадки выпадают так часто кучно. В то же время у нас учащаются какие-то проявления, когда может целый сезон происходить какая-то вот ситуация, там, блокирование, например. Мы в 2010 году видели такую ситуацию, когда у нас 50 дней на европейской территории России установился антициклон, не пускал к нам влагу, которая могла бы прийти к нам с циклонами. В этом году мы также наблюдаем очень сухое лето. И действительно, если сейчас вспомнить лето, то мы не вспомним ни одного дня, когда были бы облажны осадки. То есть осадков не было. И действительно, вот это все должно тревожить, оно тревожит и заставляет в настоящее время особое внимание обращать на климат, на его изменения, на то, что же мы можем сделать в связи с этим. Открываешь новости и ужасаешься. Экстремальные заморозки, потепление, лесные пожары. Все хуже и хуже. Кажется, что надежды никакой нет. И ничего хорошего происходить в этом вопросе не будет. Но не переживайте, у нас есть хорошие новости. Не так давно ученые выяснили, площадь озоновых дыр уменьшается. Ученые считают это победой. Это действительно является победой. Это пример, когда человечество консолидировалось, приняло решения, управленческие решения. И действительно, мы, запретив фреона, например, мы помогли нашей пламинете в регенерации. То есть мы не регенерировали за нее озон, а действительно эти дыры заполнились, по сути дела, регенерировали. И это делает такой посыл дальнейший о том, что единственным способом достижения цели на пути противодействия или адаптации к изменению климата является такая консолидация. Еще раз повторяю, да, действительно, это победа. И, надеюсь, не первая, не последняя будет победа. Но помимо озоновых дыр, глобального потепления, наводнений, у всех на слуху еще и прониковый эффект. Мало кто знает, что это такое. А действительно, что это? Действительно, говоря про прониковый эффект, важно отметить, что не будь проникового эффекта нас с вами бы не было. И таким образом, действительно, прониковый эффект нужен. Но нужен в той мере, в какой он есть, то есть в разумных таких пределах. Действительно, прониковый эффект — это некоторое такое одеяло, которое препятствует тому, чтобы энергия, тепловая, главным образом, уходила бы от земной поверхности. Таким наглядным примером, наверное, является то, что вот обыватель, часто, видя на ночном небе звезды, говорит, что ночь будет холодной, и он прав. Дело в том, что в таком случае, при отсутствии облаков, они не экранируют, и земная поверхность, отдавая длинноволновую радиацию, выхолаживается, то есть охлаждается и становится достаточно прохладно. Смоделируем такую же ситуацию, но в условиях, когда облачность есть. Вот эти облака частично, эту уходящую радиацию, отразят и вернут обратно к земле. Вот абсолютно тот же эффект наблюдается и благодаря наличию парниковых газов. Они препятствуют тому интенсивной потере энергии земным шаром. СО2 Это химическое соединение чаще всего встречается в контексте загрязнения воздуха. Переводя с ученого на русский, это углекислый газ. И на нашей планете он достаточно часто встречается сам по себе, без влияния человека. Например, в вулканических газах он воспроизводится животными, растениями. Участвует, кстати говоря, в фотосинтезе и теплообмене. Но все бы ничего, если бы не люди. Из-за нашей деятельности его содержание в воздухе настолько превышено, что просто становится страшно. Метеорологи, климатологи часто подавляют, связывают измене климата с концентрациями климатически активных газов. Наиболее известным является, конечно, СО2. И действительно, вот можно интегрально оценить изменение концентрации СО2, изменение климата. И вы знаете, что климатические проекты направлены на то, чтобы не допустить превышения критического значения такого, как 2 градуса. Вот, например, стремятся не допустить повышения температуры более чем на 2 градуса к 2100 году. Важно отметить, что один из этих 2 градусов он уже достигнут. Вот, и температура продолжает повышаться. Конечно, это мало, слабо достижимый показатель, но к нему стоит стремиться. Поэтому в настоящее время такими атрибутами потепления климата наряду с температурой является, конечно, и концентрация в климатически активных газах, таких как СО2. И с этим надо что-то делать. Ну что? Человечество пытается скорректировать количество СО2. Вот такой вот метод улавливания или удерживания часто называется термином секвестрация. И действительно, человечество разрабатывает различные технологии о том, что же сделать можно потом с этим углеродом. И есть идеи, в том числе, захоранивания этого углерода, например, на дне океана. Наука будущего в этом смысле построена на том, чтобы технологиями различными землепользования можно скорректировать количество СО2 в атмосфере. Ну и также технологию улавливания, захоранивания, то есть оборот корректировки оборота СО2. Если задуматься, то возникает вполне резонный вопрос. Что дальше? Здесь, конечно, роль человека, роль антропогена, она очевидна. Как показывают модели, которые в настоящее время, кстати, очень хорошо прогнозируют климат, описывают изменения климата, не учет антропогена не дает реалистичных показателей состояния планет. Таким образом, это доказывает, что человечество здесь руку все-таки приложило. И здесь, конечно, не то, чтобы нужно планету защитить от человека, но человеку нужно задуматься о том, как использовать планету для того, чтобы нашим потомкам климат достался не сильно отличающийся от того, что мы видим сейчас. Нужно, конечно, и прививать это не только нам, но и будущим поколениям, так как изменение климата — это история очень долгоиграющая. После принятия некоторых мер нами и даже достижения некоторых положительных эффектов в дальнейшие десятилетия, это долгоиграющая история, мы должны продолжать этим заниматься всегда. Это был первый выпуск нашего цикла, в котором мы ищем ответы на климатические вопросы. С вами был «Как так?», меня по-прежнему зовут Софья, а здесь внизу по-прежнему ссылки на наши социальные сети, где вы можете в комментариях предложить тему либо задать вопрос. До новых встреч! Пока-пока!